Давайте так решим, что у нас один вопрос с одной стороны, а другой с другой. Иначе люди обижаются. Вон, видите, они тянут руки. Только вы сначала успокойтесь и расслабьтесь, потому что если человек напряжён, он не слышит ответа. А вот рядом с вами мужчина сидит, это вы вместе? А? Ага. Ага. Почему не можете устроить? Ну, у меня какой-то ясность, я больнусь, что туда научились. А у вас есть кто ухаживает за вами? Есть такие люди, которые ухаживают за вами, знакомятся с вами? Кто-то есть, кто знакомится, нет? Ну, есть. Есть, но я не могу. Я не смею. Ну, как всерьёз? Ну, это значит, вы себе слишком высоко цените, получается? Вот такой, как ваш брат был бы то? Да, нормально. У вас есть злое влияние на семейную жизнь, одной планеты. по этой причине вам надо две вещи усвоить первое никогда не отвергать человека если он просто хороший человек с вами знакомиться хорошего человек его не надо отвергать вы должны начинать с ним общение несмотря на то что вам не хочется это первое и второе подключайте брата пускай он тоже не знакомится общается дружить и он вам будет о нем рассказывать будет лучше узнавать человека через общение мужское вас вообще по идее на просто женить надо чтоб кто-то из родственников вам нашел человека и просто вас женю самый бы был бы лучший вариант потому что у вас есть одна проблема вы не можете принять решение сами по поводу своей личной жизни надо что кто-то из мужчин это решение принимал допустим если брат допустим помог бы вам бы было проще поэтому первое условие это вы должны знать что вы человека можете понять только через четыре пять шесть месяцев знакомства по-другому никак вы его не поймете по-любому у вас потому что так блок на это стоит внутренне так действует ваша правда ваша проблема не его проблема ваш вот давайте называйте имена людей которые сейчас у вас есть вариант еще какой вариант да правильно потому что этот человек очень вспыльчивый да такой жесткий жесткий стиль а вот этот вот хороший то что первый он старше вас на пару лет до вполне был женат и сюда учиться где-то наверно года два он таким зрелым станет зазреет сейчас просто еще не готов жениться с ним надо встречаться общаться так чтобы он понял что его его будущая жена братом познакомить его чтобы он чувствовал как бы и более близкие отношения и все планировать этого человека чтобы занят замуж и темгу все понятно вы же вы же сейчас просто вот из чтобы я не обиделся да так сказать я серьезно я вижу чувствую этого человека он вам подходит просто вы у вас есть такая трудность в жизни что вы не сможете сами этого понять у вас нет просто шансов и если вы не выполните то что я сказал вы можете вообще на всю жизнь остаться одной потому что чем дальше будет тем хуже вам молодости было легче познакомиться сейчас все тяжелее и тяжелее и если вы еще пару лет протянете вообще вы вам очень трудно будет выйти замуж вот этот вариант сам подходящий больше никаких не надо отклоняться от этой стороны сколько где он живет хочу далеко пару часов через дык ну раз в неделю хотя бы встречаетесь ездите кто-то ездить должен или вы к нему ли он к вам у вас будет еще один вариант тоже возможно но вы с ним общаетесь но возможно еще один в течение полгода ждите еще одного человека такой вариант возможно туда вот девушка в очках черных подождите сейчас вам принесут микрофон я хочу я я это я Вам надо лечиться у нас, ну то есть вот ваша подружка должна все организовать, если надо будет скидки делать, мы будем делаем скидки. Ну то есть у нас есть возможность как бы остановить процесс, надо просто сейчас включиться в лечение, мы вам поставим камни, ну сделаем все необходимое для того, чтобы этот процесс остановился. Да хоть сейчас связывать и спасать, то мы дистанционно можем лечить, вам даже ехать не надо никуда будет. Мы все сделаем, пришлем, потом отрегулируем по интернету, все как бы. Я принимаю под стендов постоянно в поездки, в день по три часа трачу на это, то есть я по фотографии вижу тонкое тело, могу протестировать все, определить как что стоит, где что не так, что надо заменить. Ну то есть полностью, полностью все, вся работа ведется с людьми дистанционно, даже не нужно приезжать. На сайте торсунов.ру есть первичная консультация бесплатная, вам надо проконсультироваться, все узнать, надо, чтобы вам кто-то помогал просто в работе с компьютером. То есть вы даже можете находить сайты по интернету, да? Ну тогда классно, давайте, действуйте, то есть есть сайт торсунов.ру, его несложно найти, потому что просто торс вбиваете в компьютер и в поисковике сразу торсунов выходит. Меня очень сильно знают в мире, то есть известный человек, поэтому вы просто находите мой сайт, там сразу на первом месте будет мой сайт, на сайте есть медицинский центр Амрито, там есть бесплатная консультация первичная и все такое, то есть вы просто начинаете, записываетесь на консультацию. Здесь есть Максим, мой помощник, так как лекция еще не началась, вы можете сейчас прямо сказать, что я попросил без очереди с вами пообщаться. Вы можете сейчас к нему подойти, и он может сам начать помогать вам в этом во всем процессе. Я понял, я понял, что у вас нет, да, да, я не оценил ситуацию, извиняюсь. Вам, вам, вас исключение, так как вы чем-то похожи на меня, то есть вы через слух видите мир, через звук. Поэтому, если вы будете с звуком общаться с человеком, тогда это будет работать нормально, не будет никакой ошибки. Когда человек через звук воспринимает мир, тогда он действует только через разум, зрение его не обманывает. Поэтому у вас исключение. Когда человек только слышит, он лучше ориентируется в ситуации, чем если он еще и видит. Как его зовут? Он очень добрый такой, страдательный человек. Ну, он предлагает вам замуж? Он боится. Боится ответственности. Он там тоже живет, да? А, вот как. Тогда... Да, он... Ну, знаете, самый лучший вариант вам к нему приехать, просто в гости и все. На Украине? На Украине он живет. Ого, далековато. Сейчас я подумаю. Я посмотрю сейчас. А у вас есть еще вариант? Надо искать. Ну, потому что он может не приехать. Я сейчас смотрю, но он боится. То есть он просто боится. У него страх внутри. Вот если вы приедете к нему, просто приедете и поживете у него неделю там, то у него не будет никакого страха. Вы можете решить просто эту ситуацию и все. Вам надо организовать поездку к этому человеку домой. А, все, я понял, 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 понял. Хорошо, я понял. Ищите другого человека. У вас будет возможность в течение года найти другого человека. Так как у вас сейчас благоприятный период для замуществ. Мне кажется, вы найдете в пределах, может, не этого города, но соседнего. То есть близко будет человек достаточно. Более серьезно, более серьезно и ответственно. Насчет здоровья. Вам надо срочно лечиться, потому что у меня есть очень сильные методики, которые очень мощно стабилизируют организм. У вас много огня в организме. Если его убрать, то ничего не будет влохнуть. Ну, то есть просто уберем вот этот жар из лишних телей. И все, у меня есть такой метод, который позволяет это сделать. Я могу бороться за то, чтобы оставить то, что есть. Что это такое? Голота башкирская. Не понял. Мед, что ли? Ага. Прямо с сотами, да? Сота целая. Спасибо. Спасибо. У нас мы договорились, что мы один вопрос с этой стороны, другой с той. Все хотят меня что-то спросить в последний день. У нас шнурчик бы организовать нам. Шнурчик. На колоночку организаторы. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы не воткнуть звук. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Ну, здорово. Когда мы знаем, что ты поднимаешь. Мы расцепляем. Ну, сначала с одной стороны. Пока мы расцепляем. Мы расцепляем. Как мы знаем, что мы делаем? Мы реализуем homeowners, может быть, он прокатирует, как там, который вы знаете. Ну, нормально, хорошо, ничего страшного, надо отличить. Нет, не стоит. У вас нормальное отношение у него с вашими родителями? Семьбор и семья. А, вы к его родителям хотите переехать? Да. Погодите, он где сейчас живет? Ваших родителей? У него хорошее отношение с ними? Да. Ну, все, что вам не нравится. Если у него хорошее отношение с родителями, значит, что нормально. Ну, как-то, я уверен, что он может работать, хочет что-то работать, но у него пока как-то нет. Ну, он учится или работает? Ну, замечательно, если он уже работает, тогда почему вы боитесь, что он будет работать? Здесь всем не платят так, как раньше платили. Сейчас кризис идет просто. Слава Богу, что человек работает. Многие вообще не могут найти себе работу. Да, в любом случае сможет развиваться. Теперь у меня к вам есть вопросы. А, вы можете шнурчик туда подсыпать? Там, с той стороны. Ручку засуньте. Вот, и мне сюда. Вот, нет, 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 отсюда прямо давайте. Ага, все, спасибо. Вот, замечательно. Теперь у меня к вам вопрос. Вам надо научиться не бояться. Вы очень боитесь всего. И проблема именно в этом. Эти страхи, они влияют также на ребенка. Он от этого напрягается. Вам надо каждый день обязательно в ванне лежать в такой приятной, не теплой, не холодной, приятной воде. У вас излишний жар в теле. Вот. Не есть жареного, острого, сильно соленого. Не есть такой пищи совсем. Потому что ребенок перегревается сейчас. Вам надо успокоиться и понять, что у вас сейчас хороший период в жизни идет, что вы себя сильно накручиваете, совершенно напрасно. Все нормальные люди вас окружают, родители, муж, все хорошие люди. И все идет хорошо. Но накручиваем. Я накручиваю. Ну хорошо, что вы это понимаете. Теперь надо перестать накручивать. Видите, у нас, если в жизни нет препятствий, то надо их создать, да? Надо что-то придумать, чтобы было. Спасибо вам. Спасибо. Это вы на картинке на журнале? Нет. Нет? Похоже. Воспитывать, дистанцировать. Вы замужем, да? Я была замужем, у меня был голубок. Он распорядовался. То есть вы развелись сейчас, вы одна, да? Да. Я ничего не было развода, но в итоге получилось, что по крайней мере, по крайней мере, по-моему, вы стали отдельные отношения, и это все делал. Условия ставьте. Не надо сомневаться. Мужчина меняется. Он всегда меняется, если... Надо очень жестко как бы ставить условия, понимаете? И, опять же, срок. То есть вот мы не просто вот мы встретились и живем. То есть вы ставьте условия и говорите, что давай попробуем пожить два месяца, потом я буду решать, допустим. Тогда не надо, если он ставит условия, а он вас мучил, тогда не надо, ну, как бы на них соглашаться, на какие условия. Это вы ему ставьте условия. Кто хочет с кем жить, вы с ним или он с вами? А как он вам может ставить условия и хотеть жить с вами? Я не понимаю. У меня есть, у меня есть доверия, но я не могу сказать, что... А он помогает деньгами вам, да? Ставьте ему условия сами. То, что нет чувства, ничего не значит, это все ерунда. Это обычно вот люди на чувствах корректируются, а это полный абсурд вообще. Потому что чувства потом со временем приходят. Есть возможность появиться, если вы переломаете ход событий? Понимаете, всегда в отношениях есть определенная, как бы, амплитуда. То есть если амплитуда вот такая сильная, то есть она против вас действует, и вы ее выровняли, и тогда наступает гармония. Сейчас она не выровнена, он продолжает на вас давить. Это означает, что можно выровнять. То есть, понимаете, самое главное женщине показать мужчине свою силу. Если он увидит это, у вас сила есть, несомненно, вы сильный человек. Если он увидит вашу силу, тогда он вас еще больше зауважает раз, и он с вами по-другому начнет строить отношения два. И поменяется вектор ситуации, понимаете? То есть он может быть мягким человеком, но ему надо переломаться в жизни, ему надо немножко обломаться, понимаете? Нет, почему такого нет? Просто поймите, что сейчас нет смысла говорить о других вариантах, потому что Бог вас не разлучил. Вы так муж и жена все это время остаетесь. А вы так не считаете? Вам надо ставить условия ему и ждать ответа. Если он не соглашается на условия, тогда вы можете дальше двигаться по своей жизни. Но можете срок ему поставить. Допустим, вы ему ставите условия, если он не соглашается, вы говорите, я буду ждать еще такое-то время, сколько вы поставите срок, а потом решайте, как дальше жить. Но вот за этот срок, если вы поставите, у него сильно будет ломаться восприятие мира, и он может сильно поменять свое понимание вещей. Понимаете, это и есть то, что надо делать вообще в жизни, потому что мужчину главное обуздать, понимаете? Он как необузданный конь. Если женщина его обуздала, то он становится хорошим человеком, и он может много сделать счастья, принести вам. Но часто женщины думают, что если с этим человеком не получилось, значит, что никогда не получится. Вот если вы с ним живете и не получается, тогда это точно так. Но если вы с ним не живете, то тогда в этом случае работает очень сильно воспитательный момент. То есть мужчину можно воспитывать только на дистанции, его рядом не воспитаешь. Ну то есть когда он на дистанции находишь, можно ставить условия, он будет меняться и так далее. Но если он как бы уже рядом, то и все ничего не сделаешь. Опять же, чтобы сделать, нужна дистанция. Но это же не в сыне дело и не в ситуации. Это дело в вас. Дело в вас. Это значит, что вы не умеете воспитывать, дистанцироваться. Понимаете? У человека всегда есть крен в какую-то сторону. Некоторые люди очень быстро отваливаются и не хотят общаться. Редко. В основном люди поддаются на ситуацию и терпят ее. Это признак слабости сердца, будем так говорить. То есть вы как с сыном себя ведете, сюсю-пусю, он в результате наглеет. Ну то есть нужно учиться строгости. Любовь. Две грани любви есть. Одна грани служения, другая грани строгости. А строгость, чтобы была, нужна сила душевная. Нужно культивировать душевную силу. У вас не хватает душевной силы. Надо больше молитвы, больше силы духа вырабатывать в себе. И если вы с ребенком гений поговорили, он сразу вот такой становится. Все у вас идет хорошо, просто в вас сама проблема. Есть несколько коренных моментов, которые вам надо усвоить. Первый коренной момент заключается в том, что вы не понимаете, что с любым мужчинам надо поставить отношения. То есть нужно поставить его на место, в конце концов, чтобы он уважал вас как личность. Для этого нужно вам понимать, что вы не слабый человек, вы просто делаете слабый вид. Женщина не слабый человек. Она должна просто свою силу сама чувствовать, что у вас есть возможность, вы обладатель энергии любви, и вы можете диктовать ему условия. И если он как бы не поддается на это, тогда ставите срок и отказывайтесь от отношений с ним. Вам еще надо одну вещь знать, что если вы будете зависеть от его денег, вы никогда не найдете себе другого человека. Потому что в этом случае женщина, она не может отрезаться от человека. Когда он ей дает деньги, он, получается, покупает ее судьбу. Поэтому, когда условия начнут стараться работать, то вы в какой-то момент должны как-то подумать или пытаться познакомиться с кем-то и потом отказаться от денег. Я не знаю, но как, если вы будете от него зависеть, то вы даже семью новую создать не сможете. Просто вы ведите себя смело с ним, но смело не означает жестко и обидно. Просто твердо и решительно ставьте ему условия. И также ему давайте знать, что так вечно длиться не будет, что он должен принять решение. Потому что вы все-таки меняется возраст, то есть вам тяжелее выйти замуж, становиться с возрастом. Мы не должны ждать бесконечно. Какой-то срок надо ставить. Это он вас бросил или вы его бросили? А? Вы? Я думаю, что он уже очень сильно изменился. Я так смотрю, он уже очень сильно изменился. Такого, как раньше, уже не будет, мне кажется. Надо ставить условия. И если он принимает их, то соглашаться какое-то время, попробовать пожить, посмотреть. Отношения точно уже будут другими. Они не будут как раньше. Не надо бояться. Понимаете, если вы его бросили, то это жестокость. А если вы его не бросили, а просто на 4 года дали тайм-аут, то это не жестокость, это большая польза для этих отношений. Просто выберите для него, для вас, что произошло. Для вас, вы для себя выберите, что произошло. Если вы просто отношения не разрушали, а просто дистанцировались на так долго, то тогда это в вашу пользу получается. Он в следующий раз не будет так себя вести, он подумает, потому что он понимает, какой результат может быть. Понятно? Хорошо. И вам за вашу. И вам за вашу. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . Спасибо. . . . . Спасибо. . 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